Ситуация на овощном рынке Украины опять накаляется. Теперь, чтобы сделать себе овощной салат из огурцов и помидоров, нужно отдать в полтора раза больше денег, потому что цены на эти овощи резко повысились. Недавно обычные помидоры продавались по 10-15 гривен за килограмм. И теперь продавцы практически везде на рынке требуют 20 гривен за килограмм. В супермаркетах цены выросли с 17 до 28 гривен. Однако, за килограмм дорогих помидоров, например, сорта Микада, продавцы хотят от 35 до 50 гривен, а раньше их можно было купить за 25-30 гривен. Цена на огурцы поднялась до 20-25 гривен за килограмм. При этом кабачки торгуются на рынке по 15-25 гривен. Ценники магазинов остановились на отметке в 22 гривны. Кроме того, в преддверии отопительного сезона стоимость газа в Европе остается высокой. Все это влияет на рост цен на продукты питания, и не только в Европе, но и в Украине. 15 сентября американские компании CF Industries Holdings Incorporation, одному из крупнейших мировых производителей удобрений, пришлось закрыть два завода в Великобритании. Это произошло из-за высокой цены на газ, который является важным технологическим сырьем для производства удобрений. Это увеличит стоимость удобрений, а поскольку удобрения обходятся фермерам очень дорого, эта тенденция приведет к увеличению продовольственной инфляции в Европе. Украина является частью мировой экономики, и хотя цены на газ явно приведут к негативным последствиям, последствия роста цен на продукты питания неоднозначны. С одной стороны, Украина крупный производитель сельхозпродукции, а рост цен означает рост валютных поступлений и доходов сельхозпроизводителей. С другой стороны, из-за экспортного приоритета украинцам тоже приходится платить больше за продукты. Вопрос только в том, насколько нынешняя ситуация с ценами на газ повлияет на ценники на рынке. Повышение налогов может сделать этот вопрос еще более острым. Чтобы получить максимум от суперцикла, власти увеличили налоговую нагрузку на фермеров, что также повлияет на цену для конечного потребителя. В условиях высокой продовольственной инфляции власти могут попытаться ввести ограничения и контролировать рост цен на продукты питания. Правительство Украины уже сделало то же самое в связи с ростом цен на нефть для сдерживания цен на бензин. Однако и здесь не обошлось без проблем. Цены на топливо все же превысили психологическую отметку в 30 гривен за литр. Эксперимент показал, что правительственные ограничения могут ослабить аппетиты некоторых трейдеров, но они не могут справиться с элементами мировой экономики.